Как-то прикольно, да? Когда меня просят, Лёша, а ты можешь стать блогером? Я говорю, да, легко. Пожалуйста, никаких проблем не возникает у меня. Вот он мой интернет, понимаете? Чем он хороший, да? Нет, что люди говорят, ты это можешь делать? Я говорю, я могу. Я не сильно понимаю, когда у каких-то других каналов интернет будет в той же стезе работать. Что за блог? Ну, естественно, вопрос единственный. Сейчас я немножечко вы, хотя зачем вы хотите? Вот я могу её найти. Обыкновенная посуда для микроволновки. Чем хороши кулинарные зерия фирмы Глория? То есть мы вам готовим и вы покупаете продукты для употребления в пищу. В некотором случае их можно легко, во-первых, открыть. Видите, написано, легко открыть. Во-вторых, что это такое? Голубцы в соусе бешамель. Уже готово. То бишь, я сегодня переговорю с тем, кто всё это дело готовит. О чём мы сейчас говорим? О том, что, в принципе, давайте определимся по срокам приготовления ваших блюд. То есть, к сожалению, мне приходится тоже кушать, готовить. Не так часто, естественно. Вот. Видите, легко открываю. То есть, особых никаких проблем не возникает. Вот это уже аромат. Вот это уже аромат. Меня попросили... Протестируй, я протестирую. Вопросов нет. Почему нет? То есть, вот так вот это всё делается. Вот такой будет соус бешамель. Вот. Почему мы говорим о процедуре приготовления домашней пищи? Ну, пункт номер один. Если вы что-то будете готовить дома, давайте вспомним. То есть, как правило, и папа, мама, на ней, естественно, работают. Я имею возможность не всегда работать. Вот. И если бы вы посмотрели, то сегодня и сейчас на улице примерно... Хм... 12.30. Значит, это нормальное явление для нас. Так. Вот я сюда схожу. За ножницами сходил, естественно. Надо будет аккуратно, в общем-то, делать крылья. А я вот так это сделаю. Потихонечку. Мы всё это дело открываем. Вот так мы всё это дело открываем. И вложим эти самые голубцы на блюда. Аккуратненько. Сейчас покажу. Аккуратно будем их выкладывать. Вообще, как бы, есть несколько способов приготовления, да? Один из этих способов. Это вот микроволновки. Сверху можно. Ну, понятно, да, что уже готово всё. Я люблю вот это выдавливать, понимаете? Оборваю. Всё. Это уже можно в мусорку отправить. А это положим туда. На те самые... Так, 7 минут. При мощности 700 градусов. Мощность указывается просто. Ну, 650, конечно, маловато будет. Ну, тогда, значит, время чуть подменять. И я скажу, что это будет, ну, примерно 6,5 минут. И будем ждать и готовить. Ну, и пока всё это дело у нас готовится, мы объясним саму ситуацию, да? Сколько времени? Процедура приготовления. Это, ну, время весьма затратное. То есть, просто даже сейчас что-то приготовить, по времени, ну, не 3 секунды, это точно. Я вам суп-то вот готовил. Ну, два часа. Это только буря варился. Пока я всё накидал ещё. Ну, грубо говоря, 4 часа. Вопрос, есть ли он у вас? К сожалению, люди и ходят на работу. Представляете? Люди встают на работу в 6 часов утра, в пробках болтаются. Люди выходят с работы в 5 часов, опять в пробках болтаются. Люди приходят домой в 7 часов. Если вы будете ещё что-то готовить, ну, добавим ещё 4 часа. 7 плюс 4, 11 часов. Обличные люди уже спят. Это не я. Вот. То есть, вопрос возникает, сможете ли вы это приготовить? В этом варианте мы всё-таки вам гарантируем, что если есть возможность, прийти в сеть магазинов Глория, да? Вот. Где, в принципе, за не сильно дорого вы можете покушать то, что готовится исключительно для вас. Теперь, как всё это дело готовится? Ну, мне объяснили? Сама суть проблемы в чём заключается? Мы не сильно любим готовить пищу для дома, потому что времени нет. Раньше такое было возможно. Но, опять же, что мы ели? Ну, не такое большое количество блюд. Сейчас есть много и всего. Кроме всего прочего, когда мы говорим про местоперерабатывающую компанию Глория, я бы в очередной раз вам хотел объяснить саму ситуацию, да? По одной простой причине. Очень много в городе Магнитогорске было раньше людей, которые вам готовили колбасы и всякие полуфабрикаты. По сути, событий сегодня их нет. То есть, ну, все куда-то делись. Город наводили непонятно что. Представляете, да? То есть, как человек, который болен раком, я вам скажу, что в принципе, от чего мы болеем раком? От того, что пункт номер один – это медицина, то есть она убивает наш иммунитет. Пункт номер два – мы его и так ухомызгиваем реально, кушая непонятно что. Вот. И пункт номер три. Пункт номер три – и по времени. Вот. С этим реально сложно. То бишь, когда мы говорим о колбасах, мы не говорим, что колбасы фирмы Глория – они в какой-то дивной ценовой категории. Нет, они абсолютно такие же. Причем, изготовлены из настоящего мяса. Уже запашок пахнет изумительно. Попробую. Чуть позже. Вот. То же самое мясо. И если вы посмотрите куда? На обратную сторону, где из чего все готовить, и посмотрите все остальное и другое, я вам серьезно говорю. Я зашел в эти прикольные торговые центры. Прикольные. Реально прикольные. Да вы знаете, мне нравятся куриные сосиски. Они сделаны не в России. Потому что я был на Кубе, я вот там их ел. Все остальное для меня этот вопрос. Вопрос куриные шкуры какой-то. Я не понимаю этого дела, ребят. Если мы возвращаемся к курице, то курица, она должна быть такая. Жареная, гриль. Вот это вкусно. А сосиски и колбасные изделия, они должны быть из них из мяса. Вы понимаете, о чем я говорю? Зайдите в любой магазин и просто возьмите любые, либо колбасы, либо еще. Просто реально прочитайте. Ну, прочитайте просто. Да там ничего сложного нет. Прочитайте, а потом поймите, что вы будете есть в дальнейшем. Я предпочитаю есть все-таки то, что для нас готовят. По одной простой причине. Окна номер один. Это все делается в магнитогорсе. Как-то круто, да. Не видел ни разу и не понимаю. Но это было прикольно. То есть, наш сегодняшний блог о новых блюдах. Для вашего здоровья естественно. Потому что именно для здоровья и работает компания Глория. Даже не знаю, что это такое. Поверьте мне. Не знаю, что это такое. Кроме всего прочего, за моим столом еще есть другие штучки. Вот. Это такая штучка. Вкуснятка. Ммм. Попробуем. Мерендинки, что ли. Они как-то так назывались. Не помню. И еще одна очень вкусная штука. Сделанная из шоколада. Ну, понятен и не знаю, да. Все, что мы сейчас берем, в том числе. И печенье солнышко. Вот. И маковка печенья. Вот оно. Видите, здесь есть. И вот хлеб. Господи боже мой. Я же не кушал, поэтому есть хочу. Нормально. Кужин. Пол-двенадцатого. Да. Клево. Все это сделано в одном месте. Все это естественно свежее. Я, конечно, все понимаю. Вот. Это хлеб из многих сортов. То есть, ну, скорее всего, здесь вот. Экценицу и рожь. Ни черных хлеб. Я раньше любил только один. Черных хлеб. Придустил Магнитогорск. Опять же, шикарно. Ни разу нигде я такого хлеба и не видел. Наверное, это все-таки потому, что... Ммм. Обалдеть. Ммм. Ммм. Мммм. Мммм. Да. Есть такое слово цыб. Вот это про то. То есть, я даже еще не ел. Сами. Голубцы. Но аромат... Ну, да что-то с чем-то. Обалдеть. Просто. Я тоже такое-что умею готовить. Поверьте мне. И солянку я готовлю. Изумительную. Вот. Ну, шашлычок, какой-то непонятно. Ммм. Оставлю покушать моим. Любимым виноградам. И сыну, и супруге, естественно, своей. Пусть тоже скажут. И подумают. А потом вам расскажут в следующей нашей передаче. Вот. Чуть-чуть. На пробу. Ммм. Да просто... Я просто смотрю и реально скажу, что это супер. Вот это супер. Здесь исключительно 5 баллов. Это просто супер. Обалдеть. Пусть попробуют. Ммм. Это хлебушек для его потомки. У меня есть очень любимая мяха. Веновина. Как раз для поможбы. Вот. Есть несколько вещей, которые я вам показывал. Внимательно посмотрите. В интернете посмотрите внимательно тоже. Не буду сейчас. Обыкновенно сладости я не люблю. Но в связи с тем, что как бы ночь, в связи с тем, что мозги должны работать, я попробую и понемножку. свежак называется. Сейчас все сделали. Ммм. Весел. 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 Даже не дает. Просто осыпается. Изумительно. Изумительно. Еще раз говорю. Все это долго не хранится нигде. Вы должны срочно съесть. Кстати, не так сильно все это дорого и стоит. По сути событий. В отличие от тех вещей, которые могут храниться практически 2-3 недели. Это пока они до суда доедут. Потом еще у вас они могут храниться слишком долго. Ну, сами подумайте, из чего они делаются. Какие там инвегаторы и все остальное. Тоже самый вариант. Обалдеть. Со смахом. Просто супер. Я не знаю, что вам говорить, но если вы это дома себе сделаете, то я по крайней мере гарантирую, что это будет прикольно и замечательно в действительности. То есть по сладости и там и там опять же те же самые. Тут, ребятки, если я что-то говорю, что не правильно, я сразу говорю, что не правильно. В данном случае нет. вот это я люблю более всего. Я сам его готовлю. Это клюквенный морс. Или брусничный. Я сейчас попробую клюкву. А сейчас развернусь. да, это может клюквенный. Причем делается в той же мясоперерабатывающей компании. То есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть если мы будем говорить о цепи событий, мясо тоже есть. Мясо приготовленное тоже есть. И остальные булочные изделия тоже есть. Конечно было бы хорошо кушать в ресторанах. Может и такое случится. А может и не случится. И вот тогда ну чтобы хорошо кушали хорошо и грамотно я рекомендую все-таки туда проехать. Мясоперерабатывающую компанию Глория. Их по сути немного. Но по сути если вы смотрите все это дело вы понимаете результат. Вот это еще. Черничный джемчик. Да 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 черника как я чернику люблю. Конечно больше всего мне нравится брусника. Дальше у меня идет черника дальше у меня идет не та Виктория которая везде продается а та самая маленькая Виктория уже затем стандартная Виктория ну а дальше все что купили то есть ну говорить о том что это было бы круто это историк категория понимаете сейчас покажу черника это не только сверху представляете да можно разные вещи купить но когда и внутри черника вот и если я не ошибаюсь тут еще и маковые зерна да когда мне говорят не ешь сладкое извините просто по сладку но если беря из всего того что нам продается вообще я не знаю вам же тоже надо понимать сколько все дело может готовиться да из чего то есть мы говорим о процедуре приготовления пищи для вашего дома сегодня и сейчас а не процедуре поглощения непонятно чего через несколько суток а может быть несколько десятков а может быть несколько недель а может быть еще и полгода ну сейчас покажу то есть не надо в связи с тем что все таки это блок да я ничего не буду говорить может не смотреть мне без разницы то есть мы давайте посмотрим из чего все это сделано срок хранения готовы к потреблению продукта и температуре не выше влажности 50-50 медиагруппы в общем-то как бы все неплохо приготовлено да но вот мне срок хранения не сильно нравится конечно все это дело в запаковках но если честно из чего чипсы делаются а что потом происходит с подсолнечным маслом на подсолнечное масло жалится не говорите что они жалятся на оливковом масле так вот из этого подсолнечного масла потом делается зрачатка нормально да то есть вы едите то из чего делается зрачатка а вы не слышите не продлил ну зря вы не слышите вторая мировая война почитайте внимательно чем Америка занималась ну почитайте почитайте я читал то же самое ну и концепти чоколад это конечно не весь чоколад это конечно чоколад с тестом я же вам говорил что не зацел я поставлю 5 баллов очень хорошее тесто очень хорошее я просто пробовал другое но по ощущениям 475 почти 5 и самое главное и что при этом вы это отмушите ну может спокойно может спать никаких проблем с вашим желудком 100% не будет все изумительно сделано так что господа мысли реально и вкусные если вы что-то хотите и вкусно покушать то почему бы и не горе не прекратите все это дело питаться другими продукциями представляете сколько людей вас кидают все эти скидки и все остальное то есть человек не может продать потом он выдает скидки а вы что-то делаете поясню не знаю, ребят я не знаю конечно я тоже что-то беру под скидку просто нет состояние души и тела не такое как было раньше но мы потихонечку уже сегодня сейчас восстанавливаемся я это вижу вы-то не видели а вы внимательно посмотрите на чем люди ездят на их номера посмотрите внимательно из номеров 174 последний вы копите уже а ну и почему потому что номерные знаки у нас сделаны на латинице внимательно посмотрите то есть в схожем времени наверное 274 пойдет на что все дело покупается ну естественно как в другом теперь небольшой вариант такой раз люди меня не понимают в действительности это уже от меня лично то есть я бы сейчас не хотел и не говорю вам про лобарды и про другие вещи есть такая штука финихоп выберете деньги или в другом в другом банке сейчас они говорят что такая штука существует по сути дела вы за нее платите называется кэшбэк то есть чтобы вы поняли да слово кэшбэк некоторые вообще как бы все люди которые привязаны к банкам они платят 3% понимаете а вам 1% ну понятно да в любом случае выпивать ладно а в другом случае да если мы будем говорить о процедуре приготовления пищи да наценка может быть и 100 и 200 и 300 а вы получаете 10% в любом случае выпивать ну сама процедура проста в принципе то есть вы берете эту карточку у вас есть заработная плата просто единственное что вам необходимо сделать это включить то что находится здесь в голове и тогда и спокойно вы можете спокойно и без всяких тараканов жить до своей следующей заработной платы а не сидеть и не бабучок курить ну просто надо понимать что вы в действительности хотите если хотите кушать грамотно то есть такая возможность есть такая возможность и в принципе как я уже посмотрел у нас есть деньги не надо мне по ушам проезжать денег у нас нет не надо мне по ушам и не надо мне по ушам